Михаил Борисович, вы хорошо знаете окружение Путина. Скажите, пожалуйста, эти люди, у которых есть же чувство самосохранения, у которых есть голова на плечах, они понимают, что это конец или еще нет? Я думаю, что еще нет. Более того, те разговоры, которые у нас состоялись, говорят о том, что они считают, что даже применение тактического ядерного оружия – это еще не конец. Но гитлеровская ставка верила в то, что еще все будет хорошо до самого последнего момента, пока их там не расстреляли. Это конец всяких фашистских режимов. Ничего с этим не поделаешь. А вы уверены, что это конец? Я считаю, что у России есть два варианта развития событий. Плохой – это когда это конец, это революция в течение одного года, сносящая этот режим. И есть очень плохой вариант, когда режим закуклится, застабилизируется в форме иранского режима, полной авторкии, и будет медленно сползать вместе со всей страной куда-то туда, в 19-й век, в 18-й век. Это очень плохой вариант, потому что в результате этого Россия развалится. И ее части начнут, как вы прекрасно понимаете, драться между собой. Мы же, как говорится, славяне, мы не можем спокойно. И я буду точно так же переживать за то, что моя родная Москва дерется с каким-нибудь столь же дорогим для меня Томском. Или еще что-нибудь подобное. В общем, я очень надеюсь, что для того, для сохранения России, путинский режим кончится быстро. Вы выступили с инициативой, чтобы россияне выходили на улицы городов. Вы можете сейчас, пользуясь этой возможностью, нас смотрят миллионы людей, обратиться к россиянам, вообще обратиться к своим соотечественникам. Что бы вы им сегодня, сейчас, в эту минуту сказали? Я бы сказал, что, дорогие мои друзья, дорогие мои соотечественники, я никогда не считал нужным бросать людей на амбразу. Я понимаю, что вы боитесь того, что вас могут посадить на 15 суток. Кого-то, может быть, даже могут посадить на большее количество времени. Вы боитесь потерять работу. Но сейчас убивают ваших соседей, ваших друзей, возможно, ваших родственников. Их просто тупо убивают в Украине. А вот это вот все, что грозит вам, это полная херня по сравнению с этим. Пожалуйста, 6 числа выходите на улицы ваших городов. Протестуйте против войны в Украине. То, что вы выйдете, ваша жертва поможет оттянуть от Украины часть войск, которых направят, естественно, чтобы справляться с вами. Это спасет вашу душу. Сейчас надо думать о душе. Вот вы спасите свою душу. У вас есть возможность также обратиться к Владимиру Путину. Я убежден, что он вас увидит и услышит. Владимир Путин, вы навсегда мне казались прагматичным человеком. Сейчас у вас нет хорошего выхода. Но вы всегда говорили, что Россия для вас чего-то значит. Не убивайте нашу страну. Не убивайте нашу страну. Остановите войну и уйдите. Извинитесь за то, что вы сделали. Уйдите. Вас будут судить. Но я сам выступлю в вашу защиту. Если вы сейчас остановитесь. Пожалуйста. Не убивайте нашу страну. Скажите, пожалуйста, Михаил Борисович, каким видится вам конец Путина? Печальным или очень печальным? Мы знаем, как кончил свою жизнь Сталин. В луже мочи. Всеми брошенный. А возможно и отравленный. Мы знаем, как закончили свою жизнь деятели фашистского режима, умудрившись отравиваться. Либо повешенные, либо сидящие десятилетиями, пускай и в достаточно благоустроенных, но камерах. Я боюсь, что у Владимира Путина нет хорошего выхода из нынешней ситуации. Но он его заслужил. И все, что мы можем будет для него просить или желать от нас всех, это чтобы мы проявили к нему то снисхождение, ту человечность, которую он по отношению к нам, к вам потерял. Вот это, наверное, единственное, на что ему надо сейчас рассчитывать. Вы знаете, уже семь дней я думаю о том, что все, что происходит сегодня с моей страной, со мной, это происходит не со мной. Я никогда не мог себе такого представить, что в 21 веке соседнее государство пойдет не просто войной, а обрушит всю огневую мощь на наши города. Будет убивать людей с таким остервенением, с такой злобой, с такой ненавистью, с таким воодушевлением даже. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что это дурной сон? Абсолютно. Это как раз то ощущение, на котором я себя все время ловлю. Что я нахожусь в чьем-то дурном сне, и я просто не могу из него вырваться. Ну, вот мне это снится, я хочу открыть. Но это же не может быть правда. Это же, наверное, какой-то фильм показывают. Я много разговариваю с украинцами. Моя жена говорит с украинцами, с своими друзьями, которые сейчас находятся под бомбежками в убежищах. Это невозможно. С этим невозможно жить. Сознание защищается. Оно пытается как-то выстроить барьер. И наша с вами задача – пробить этот барьер в сознании россиян. Потому что они тоже… Они же, мои сограждане, они же, в общем, хорошие люди. Они просто выстроили вот этот вот барьер у себя в голове. Потому что они боятся что-то делать. И поэтому они отрицают. Они отрицают. Вы посмотрите на этот опрос, который был. 88% за добрые отношения с Украиной. 66% поддерживают войну. Ну, вы понимаете, что люди, находящиеся в здоровом состоянии, они просто не способны давать такие ответы. Ну, просто это не может такого быть. Это значит, что люди больны. Они стараются отделить от себя народ. Миллионы людей болен. Мы должны пробиться к их воспаленному сознанию. Помочь им. Михаил Борисович, в Украине к вам относятся все эти годы с уважением. Считают вас другом украинского народа. Обратитесь, пожалуйста, к украинцам, которые вас сегодня и все эти дни услышат. Друзья, я надеюсь, что я имею моральное право вас по-прежнему называть друзьями. Я первый раз выступал перед вами на Майдане в 2014 году. Я в страшном сне не мог представить то, что мое второе обращение к вам будет такое. Я не знаю, что вам сказать, кроме простить. Простите. Вы знаете, Михаил Борисович, я благодарен вам за это интервью со слезами. Но такое человечное. Спасибо вам, что вы есть. Мы никогда не забудем вашей поддержки в это самое тяжелое для Украины время. Я уверен, что мы все равно победим и принесем счастье не только своему народу, но и народу России. Счастье, оно же заключается в одном, в свободе. И вы, как никто, это знаете. Счастье – это свобода. Вы знаете, я не хотел бы заканчивать на такой грустной ноте, может быть. Все-таки победит жизнь, победит смех, победит юмор. Наше с вами интервью, которое набрало более 10 миллионов просмотров предыдущее, там было два слова, которые взорвали весь русскоязычный YouTube, интернет. Сотни миллионов людей передавали это друг другу, отрывочек из нашего интервью. Знаменитые слова «Барак» и «Обама», ставшие мемом года. И, в общем, это было феерично, конечно. Скажите что-нибудь такое, от чего люди сейчас улыбнутся и просто поверят, что жизнь продолжается и победа будет за нами. Я боюсь, что я не способен к выдаче мемов. Это либо случается, либо не случается. Но я хочу, чтобы единственный спор, который был между нами, это галушки или пельмени. Вот это то, вокруг чего надо строить бескомпромиссную борьбу.